В связи с изменением условий реализации проекта, с учетом актуального состояния территории и железнодорожных путей, требуется определить новое местоположение ТПУ Мотовилиха, а также оценить исходные условия и параметры для возможности проектирования транспортно-пересадочного узла. Сейчас идет проработка новых концептуальных предложений на тему возможного размещения транспортно-пересадочного узла Мотовилиха. Между тем, наш регион и Свердловская железная дорога подписали соглашение о сотрудничестве. Документ рассчитан до 2030 года, и в нем есть другой транспортный узел Пермь-2. Ранее, напомним, появилась информация о том, что железнодорожники могут скорректировать объем инвестиций из-за сложной экономической ситуации в стране. Но стороны, подписавшие соглашение, это опровергли. РЖД всегда соблюдает договоренности, поэтому речи о сокращении финансирования строительства ТПУ Пермь-2 не идет. Напротив, РЖД продолжает участвовать в развитии экономики и инфраструктуры Пермского края. Мы завершили принципиальное согласование по строительству детской железной дороги и развитию пригородных перевозок. Продолжаем работу по предыдущим соглашениям. Что касается реализации проекта, связанного с детской железной дорогой, то в планах построить в Перме административно-учебные корпуса и круговое депо, которое повторит дореволюционное паровозное здание. А также организовать вокзал детской железной дороги в здании существующего вокзала Пермь-1. Юлия Зыкова, Олег Романов, Телевизионная служба новостей.